В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем последний день октября с погоды. В центральных районах местами высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 23-25 градусов тепла. В Тиберде прошел молодежный форум «Карьера», где собрались 70 представителей амбициозной, целеустремленной молодежи Карачаева-Черкесии. Форум был организован Министерством по делам молодежи Республики и автономной некоммерческой организацией «Моя карьера». Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Отличная площадка для расширения своих знаний и навыков в сфере карьерного развития и возможность перенять опыт успешных экспертов. В течение нескольких дней участники учились выстраивать эффективную коммуникацию, как пробуждать в себе качество лидера и составлять правильное резюме для потенциального работодателя. Этот форум позволил молодежи Республики познать свои возможности в той или иной профессиональной деятельности, отмечают организаторы. Данный форум направлен на то, чтобы помочь их сориентировать в жизни. Вчера, когда эксперты с ними работали, они, например, прорабатывали и психологические тесты, при этом они работали по нескольким направлениям и помогали выявить, какие есть у человека предрасположенности, к чему человек больше способен. Они написали, например, резюме каждого из них. То есть у них на выходе есть уже упакованные кейсы и резюме. В заключительный день для ребят был организован тренинг, который вел заместитель министра по делам молодежи Карачаева Черкесии Расул Найманов. Он подчеркнул, что участники форума получили много полезной информации. А главное, каждый из них будет понимать, в какой сфере он может построить свою карьеру. Это событие было одним из очерченных ими. То есть там речь была не только о том, что им нужно что-то про карьеру, но и про то, что конкретно хотелось бы, чтобы там было. Например, говорилось о том, что есть страх, как перейти через свою неуверенность, с тем, чтобы найти работу мечты и тому подобное. Или, например, о том, что не совсем понятно, как правильно написать резюме или как правильно пройти собеседование. Именно поэтому все эти вещи мы инкорпорировали в программу проведения этого форума. Завершающей программой форума стала карьерная ярмарка, где потенциальные работодатели, а именно различные компании в открытом диалоге пообщались с молодыми людьми и рассказали, какие вакансии их могут заинтересовать. Нам важно, чтобы молодежь понимала, как устроена структура работы наших организаций и как они могут себя зарекомендовать, отмечали представители различных предприятий. В этом формате мне понравилось, что формат построен на открытом диалоге. Ребята задавали достаточно интересные вопросы. Я думаю, после мероприятия мы еще останемся, обменяемся контактами и ребята будут иметь прямой доступ. Возможно, кто-то захочет пройти практику в Сбербанке и дальше уже потенциально работать с нами. Возможно, кто-то, может быть, сразу устроится к нам на работу. Мы получили огромную пользу от этого форума, что в дальнейшем нам позволит правильно выстроить свой карьерный потенциал, уверяют участники форума «Карьера». Из этого форума я получил огромное количество навыков. В первую очередь, меня научили правильно писать резюме. Во вторую очередь, мне дали понять, насколько важна команда при написании не только проекта, но и в работе, в карьере и в карьерном росте. Также мне очень понравились лекции, которые рассказывали о отношениях между работниками и работодателями. Я из них, правда, очень многое для себя подчеркнул. В завершении самые активные участники карьерной ярмарки получили полезную литературу от представителей Сбербанка. Альхан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программу «Черкесской редакции» в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok